здравствуйте дорогие радиослушатели в эфире программа политинформания и ее ведущие геннадий брумер и эдуард пример а сегодня мы будем поговорить о том что произошло на прошлой неделе а именно в субботу 7 сентября произошел обмен пленными или военно-пленными как хотите так читайте между россией и украиной события абсолютно неординарные на постсоветском пространстве только по той причине что есть такое выражение мы строили 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 наконец построили я об отношениях украины и россии никогда даже 20 лет 15 10 лет назад никто бы не мог подумать что это может происходить в отношении двух государств обмены случались и раньше в советском союзе советское руководство как правило арестованных диссидентов меняла на пойманных за рубежом разведчиков нелегалов и шпионов как в кино это говорилось или политических каких-то лидеров которые придерживались коммунистической идеологии все могут вспомнить выражение обменяли хулигана на луиса карвалана то есть для советского союза это было как бы нормой вот это то что вот то событие который уже в субботу это конечно замечательно и я очень рад за украинцев особенно за режиссера сенцова которому грозил 20 лет который сидел по статье терроризм придуманный в россии он возвратился в киев вот этому обстоятельству конечно и рад также как и рад тому что в украину вернулись до 35 человек среди которых моряки журналист роман сущенко а в российскую сторону возвратились в фамилии никому не известно единственное кого встречали в аэропорту это был журналист с очень знаковой фамилии вышинский почему знаковая фамилия для а советского союза для россии эта фамилия действительно имеет значение потому что многие из старшего поколения те кто кроется помнит 50-е годы вспомнит андрея януаревича вышинского на совести которого огромное количество человеческих жизней в советском союзе и так и цемах не забудь это было это это один из важнейших сведя да значит я щас назову наш номер телефона но мы сначала с геной 15 минут поговорим по обсуждаем эту тему потом мы начнем принимать звонки и так наш телефон запишите пожалуйста 847 может кто-то помнит наизусть 847 4 до 0 5 2 0 и естественно не забывайте о том что нас можно смотреть на youtube канале ставите лайки или можете поставить дизлайки это как вы захотите мы будем кстати этому тоже рады все таки это тоже отношение ген что ты думаешь по поводу вот того что произошло прошлую субботу а в чем тебе видится знаковость этой ситуации ну во первых значит все все в деталях все в деталях когда я шел сюда на радиостанцию и вообще думал о чем говорить я вот вспомнил вот этот момент прилета украинского самолета в борисполь в киев и вот понимаете по полосе взлетной да там где призы куда пришвартовываются лайнеры ходит молодой человек в костюме без галстука без охраны никто его не охраняет в этом человеке мы узнаем президента украины владимира александровича зеленского который приехал встретить своих граждан своих людей своих украинцев то есть это было сделано так я такого раньше не видел отношения главы государства к своим гражданам каждый кто выходил всех во первых эти картинки обошли весь мир на всех телевещательных это это все было показано телевизор все кто выходил из самолета он всех обнимал они ему рапортовали как многие военные он их всех обнимал по-отечески вот это называется родина мать в лице своего как бы отца главы государства встречала пленных почему пленными это пленный солдат это особая статья это человек который всеми конвенциями до мировыми мировыми охраняется пленные сразу не имут если можно сказать так переночить старую славянскую поговорку и вот то как украина встретила своих ребят это было знаково для меня я их еще больше скажем так стал уважать и к зеленскому еще с большей начал относиться с уважением потому что задача главы государства сохранения своих людей так делает сша так делает израиль так по этому пути пошла украина и вторая картинка прилетели возвратились на родину многие не на родину возвратились потому что было много украинцев перешедших на сторону россии возвратились россияне и это было тоже странно потому что выходили они довольны и с баллами похожие на челноков из китая я хочу тебя перебить да надо обратить внимание что я просто как будто немножко вклюнуть в твою беседу да и скажу что многие пользователи интернета посмотрев на то как они спускались по трапу самолета как говорится сытые абсолютно сытые лица то есть называть говорить о том что они были за стенках сбу это было бы довольно сложно и странно да и как они написали мне очень понравилось что украинские бывшие родственники снабдили их салом и горилкой потому что тюки которые они тащили были довольно тяжелыми объемные тяжелые вот и ни одно официальное лицо в аэропорту не встречала этих людей можно как угодно относиться к россиянам но они возвратились оттуда по разным причинам вот это вот они попали в плен по разным причинам они были в плен ген смотри тебе не кажется что вообще в россии это старая традиция советских времен не признавать своих людей и что я даже сказал бы не признавать вот это бросовое отношение к плен ну во-первых смотри они же говорят да и знаменит такой мем нас там нет дарас нас там нет а поэтому отношения родной страны к своим людям нас там нет это многое да кто вот это было мы вас забрали но вот 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 это вот бросовое отношение к пленным что вы должны были застрелиться вы должны были ради родины покончить с собой но не сдаваться вот это вот отношение человеческой жизни ну хорошо приехали они в россию ни одно официальное лицо ген смотришь не встретила никак это вообще меня многое удивляет современной россии понимаешь эрик но вот это отношение на фоне того что я видел в киеве она просто диаметреально рад смотри ген если тебя что-то еще удивляет то меня абсолютно ничего не удивляет по одной простой причине когда выступает голос кремля дмитрий песков да и голос владимира путина дмитрий песков что он сказал небарское это дело встречать не донская не донская помойных котов я это говорю в переводе на то как песков это сказал небарское дело этих помойных котов которые извиняюсь за выражение обгадились на встречать в аэропорту потому что это это как бы нас там нет кого встречать если нас там нет никого встреча не понимаешь хорошо отношения путина ладно главы государств но есть еще спикер езгена я послушать лидеры партии камни аглеры не эти люди в свету в россии не премьера не лидер в партии не руководители парламента в россии есть владимир путин понимаешь и все вот владимир путин а махнет а будем так говорить кинет головкой да и тогда появится спикер а значит рукой махнет как сказки пушкина да там бросит за плечо что-нибудь и появится марионетка медведев или еще что-то произойдет но нету в россии сейчас нету руководители потому что если владимир путин скажет ребята давайте мы изменим конституцию потому-то потому-то и потому-то ни одного человека не найдет который будет возражать понимаешь дикт ну хорошо я понимаю всякие законы там государственного управления но возвратились ваши люди они в каком-то смысле страдали они были вдали от родины и никто и никто их не встретил кроме рода лишь она зародали а скажем так я наверно верно что-то у них были и стрессы и все они были они находились в тюрьме они были пленными кстати кстати хочу тебе заметить этих что это украина называет что они возвратились военно пленные в россию возвратились удерживаемые лица это не военно пленные а удерживаемые лица а значит и отношения к ним чуть-чуть другой я еще одну минуту займу там был очень мощный момент когда встречали украинцев когда зеленский стоял возле самолета к нему подошла пожилая женщина видимо мать одного из военно пленных обмененных ребят украинцев и обняла его поотечески как сына вот это очень мощно никто ее в сторону не отталкивает никакой охраны вот это для меня очень важно понимаешь я тебе скажу я к этому абсолютно шусь меня российская сторона абсолютно не удивило потому что я считаю советской стороной а ты мог обратить внимание на то как эти люди спускались с баулами довольно сытые и ухоженные и вместе с тем двое пропагандистов киселев и скобеева встречали своего значит товарища который как я думаю хотя могу ошибаться работал на российские спецслужбы вот эта фамилия вышинский она как-то не приносит россии каких-то как сказать положительных эмоций скажем приговора нету по нему дан обвиняется да но это мы так можем думать но все-таки давай будем ноги я бы сказал свое свою точку зрения кто-то нам может позвонить и сказать что вот так другая точка зрения кстати вот последняя новость обменены цемах которые обвиняются в том что он был водителем а вот этой вот ракеты которая сбила м17 и голландия очень просила украинскую сторону а его не выдавать чтобы он был свидетелем на процессе но по-видимому украинцам все-таки важен был синцов и важны были свои ребята это это понятно потому что менялись очень серьезно и сегодня цемах оказался уже на стороне донецкой народной республики уже приехал в свою свою двумя премьерной кидаем ваше мнение по поводу того как вы относитесь вот к этому обмену показанков не туда а номер телефона хорошо нам напоминает что мы напомнили нашим радиослушателям наш номер телефона 847 4 2 0 5 2 2 0 звоните и высказывайте свое мнение по поводу того что произошло в прошлую субботу обе стороны вернулись как говорится в родные пенаты вот лично наше мнение мы рады за режиссера сенцова и это было видно что он находился пять лет очень-очень серьезно да и как говорится и журналисты и моряки а вот а вот в отношении россиян это вызвало даже у самих пользователей интернета россиян смешанные чувства даже где-то чувство юмора принимаем звонок добрый день говорила слушаем говорите здравствуйте вы знаете я не знаю почему удивляетесь мы это уже проходили когда савченко освобождали было тоже самое савченко встречал это море этих журналистов порошенко пришел на пашенка любил попиариться но принципе он по и пошел ее встречать а этих двух их пленных встречала два телевизионных канала и все даже по моему родственников не пустили ну да это мы как бы наблюдаем старая советская традиция повторения пройденного ничего удивляться здесь не приходится это будет повторяться еще много раз столько же сколько будет будет обменов или освобождение лечу там будет а вот и вы смотрели пресс-конференцию сенцова и вот я забыла от александра и фамилия забыла кольченко наверно да кольченко да 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 а значит тут же у нас спина урта утверждают был настоящий референдум как это так что вы тут такое говорите сенцов сказал что когда там люди собирались возмущались вот этими всеми человечками всем остальным на них наставляли автоматы и вроде бы так вежливо говорили расходитесь по домам а что еще могли люди сделать против автомата которые хотели в россию а те которые были против не могли пойти потому что их бы там просто убили хорошо спасибо спасибо мы примем другой звонок мы вас лучшим говорить поздравляем и такое знаете двойственное отношение состоявшемуся обмену людьми дело в общем что я надеюсь что вам все таки известно что это произошло в субботу насколько я помню или пятницу да в понедельник а в понедельник а порты всех государств мира должны были быть заперты где-то для российского гражданского и прочего флота вам это известно надеюсь еще раз повторите ли я прослушаю что в основании решения трибунала морского трибунала международного который сидит за соблюдением да да это известно все порты мира должны были отказывать российским кораблям в заходе да в курсе да в курсе то есть путин использовал момент чтобы сделать хорошую мину при плохой игре он не мог их не выпустить это правда сказано кто как они там содержали они что частные лица собиравшиеся нарушить границу россии и все-таки военнослужащие государства украины которые выполняли приказ украина в россии находится в войне а никакие военно пленные если войны же нет то есть юридический статус вынуждал путина их каким-то образом освободить и он придумал вот этот мульку и это будет использовано нашими небольшими друзьями в западной европе ну как я теперь исполняйте политическую часть а может потом исполним это самых этих людских наружения может потом безопасность и может быть когда контролировать спасибо спасибо мы принимаем ваш звонок говорите пожалуйста можете прокомментировать допустим вот бузина был убит несколько лет назад и филенский до сих пор отказывает матери принять ее как это можно прокомментировать понимаете а варвару уже давно надо было к уране были отправить ее это заикание уже тошнит от ее заикания давайте мы не будем обсуждать наших радиослушателей это некрасиво и непорядочно во вторых президент зеленский не обязан принимать каждого члена семьи пострадавшего почему-то путин не принял мать убитого немцова и никто в этом вопросе как бы не волнуется по этому поводу поэтому это это сложная вещь когда убивают людей понимаете очень обидно и любого человека вот но то что как зеленский встретил тех кого вернули это заслуживает внимания мы вас точно говорите пожалуйста добрый день здравствуйте я хочу еще добавить что я недавно услышала ну как бы в интернете прошла информацию что вот предыдущий обмен когда савченко обменяли на двух этих грушников сгру до карушников так вот один из них буквально в первый там месяц-два погиб сирии а 2 буквально через три месяца зарезали в его квартире вот так вот россия относится даже к тем кого она обменяла она россия тем кого он обнял она не относится это было всегда это понимаете вот если моего брата да и моего напарника по передача то еще удивляет у меня абсолютно это не удивляет я думаю что это не удивляет огромное количество людей это что сказал песков после этого обмена ну не баска это дело на приезжать каких-то там встречать этих значит попавшихся я вам скажу больше того нет на что с ними будет так я вам скажу что они пойдут по этапу большого пути как это бывает в россии но дело в том что я считаю что вообще путин молодец по той причине что сталин то дал возможность своего сына убить понимаете а путин даже вот как-то своих дочерей остерегает от всего этого так что ему даже спасибо надо в этом плане сказать спасибо большое спасибо понимаете как а человеческие жизни важнее всего у нас есть звонок примем говорите пожалуйста добрый день честно говоря я продолжаю поражаться вашему удивлению путину моей наивности вы хотите сказать наверно да вы вспомните курск когда курск потонул что сделал путин он отдыхал на фарусе он даже не прервал отпуска ну ну это отношение к своим людям и в лошадике это не военно-пленные были это были его моряки его солдаты да и какие-то там военно-пленные предатели бог знает как еще их можно было бы обозвать и вы поражаете потому что у нас не стал встречать у меня к вам такой вопрос а вы вообще видели этих ребят спускающихся по трапу самолета нет я очень рекомендую а да и нет 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 это интересно детали дано их надо посмотреть смотрите это будет очень интересно посмотреть мы вас слушаем говорите пожалуйста добрый день будь любезна можно говорить да конечно можно конечно я хочу высказать возмущение по поводу выступления женщины относительно Варвары просто нет слов для выражения возмущения Варвара одна из самых талантливых слушателей одна из самых талантливых людей разбирающихся в политике ее слушать одно наслаждение Варвара не слушайте людей мы тоже Варвару поддерживаем спасибо мы полностью поддерживаем Варвару и вообще считаем мы любим ее да и вообще считаем что каждый человек имеет право на свое мнение если оно культурно сказано а мы вас слушаем потом мы уходим на рекламу говорите пожалуйста добрый день здравствуйте это российская или советская власть она всегда переодевалась в воздухе сегодня было на эхо Москвы Максим Шевченко который помнится когда встретился в Донбасс да известная личность а сегодня он в воздухе переоделся и кричит какой Путин козел вся эта великая власть его обидели а ничего не изменилось вы должны понять вы просто обидели свои поэтому так случилось ну это естественно от какой то от кормушки оторвали вот и все ничего нового спасибо мы уходим на рекламу или принимаем звонок уходим на рекламу значит до встречи через пару минут слушайте нас пожалуйста не переключайтесь мы возвращаемся в программу политинформания наш телефон 847-400-5200 и мы сегодня говорим об обмене между пленными который состоялся в прошлую субботу между напоминаю украинцами и Россией то о чем подумать было когда то вообще невозможно что такой обмен может быть наш вопрос заключается в том а в деталях того что произошло отношение России к своим пленным придерживаем лицам удерживаем лицам мы можем назвать как угодно к своим пленным и отношение украинцев к своим пленным до которые были на территории россии вот разница как говорится дьявол кроется в деталях да вот вот это вот разница о которой мы говорили в первой части передачи она очень и очень важно потому что очень важно понять отношение власти к своим гражданам у нас есть звонок мы принимаем говорите пожалуйста у меня вопрос как вы считаете во первых весь обмен произошел из-за цемаха если бы из какой-то степени да там есть если бы отказались выдавать цемаха ну в соответствии с просьбой нидерланда и не было бы обмена чтобы произошло в действительности с судами и вот как звонил до этого слушатель что бы произошло действительно ли бы их никуда не пускали или бы наоборот арестовывали чтобы тогда было да значит отвечая на ваш вопрос скажу так значит цемах это конкретно обмене на семцов это все знают и здесь четкий стоял синцов цемах второе все равно с понедельника вступил бы в силу приговор международного суда по морским отношениям и никуда бы по этому суду не пускали бы суд морские российские суда это все знают они могут смеяться над этим но это правда но мы вас слушаем говорите пожалуйста добрый день здравствуйте говорите громче пожалуйста вернули тех как их там нету понимаете вот эти вернули а отношения такое же как было всегда понимаете бабы других на рожаю было и будет на ближайшие десятилетия скорее всего это спасибо с сожалению да знаешь я хотел бы еще заметить Эдик одну вещь значит все украинцы прибывшие моряки прибывшие на родину были в тот же день повышены в званиях им вернули значит кортики морские а и они были награждены и последняя новость каждый из них получил по сто тысяч гривен я не знаю большие это деньги или нет но в каком но насколько я знаю им дали квартиры да 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 то есть их родина отблагодарила за выполнение военного задания и за стойкость никто не предал свою страну в россии ситуация другая мы уже говорили о том что скорее всего люди с баулами и сейчас уже многих так и называют в интернет пространстве люди и их называют их там нет или люди с баулами потому что ну смотреть на на этих сытых и перекормленных пленных ну наверное позавидуют любой комедиограф и это можно было бы даже неплохо обыграть обыграть в какой-то комедии вот а к великому сожалению к великому моему сожалению еще раз говорю я действительно по этому поводу но сожалею что в россии ничего не меняется в отношении собственного народа в отношении собственных людей каждый может попасть в ситуацию при которой а ему будет а сложное и тяжело да война боя никого не да а хоть россии говорит о том что войны с украиной нету но на самом деле война есть она ведется чтобы не говорил путин медведев володин кто угодно из российской значит вот этой политтусовки война все-таки существует и естественно каждый может попасть в это суть кстати я хочу заметить что россия большей степени бьется за господина бута до сидящего в наших родных тюрьмах или в родной тюрьме вот и понятно почему вот они стараются как бы его перевести на нары в россии не думаю что будут захочет сидеть в лефортово или еще где я рашенков там да и я рашенка торгуясь наркотиками вот вот за этих они как бы так бью за ручину они вот потому что там есть свой политический подтекста там есть свои государственные интересы вот эти кто вернулись интереса для россии на сегодняшний день не представляет и я не удивлюсь если через какое-то время мы начнем узнавать что один значит спился другой значит избил жену и попал там под нож третий там еще что-то случилось четвертый пятый шестой не справился с управлением машины то есть в россии всегда происходят такого плана события потому что эти люди использованы материал ну и во первых они носители информации которые бы не хотели бы я думаю чтобы она распространялась в россии в каких-то информационных источниках мне кажется что то что может сказать сенцов сегодня на центральном телевидении украины кольченко сущенко все эти ребята это будет приветствоваться это будет слушаться это будет обсуждаться а вот те кто приехал в россию их я информация достаточно не нужна ген задам тебе провокационный вопрос пока звонков нету попробуй на него ответить как ты считаешь правильно вот в принципе украина да и россия это будем так говорить выходцы из советского союза то есть будем давать народа населения выходцы из советского союза по идее ничем друг от друга не отличаются до идей но есть такое понятие менталитет народа почему же все таки в россии вот такое отношение к народу да я еще раз напоминаю что это два постсоветских народа это не то что были народы в девятнадцатом веке там восемнадцатом веке не еще да а это постсоветское народонаселение и вот украинская сторона которая в лице президента приехала встречать своих людей в чем отличие почему у россии вот так а в украине отношения к власти это самое главное в украине украинцы всегда были более сводоволюбивы к власти относились легче то есть когда-то до петра должность богдана хмельницкого забыл как она была выборная она была выборная вот поэтому к своим президентам они не относятся как царям понимаешь как к властителям надо просто напомнить что кстати в украине за последние двадцать лет до восемь лета практически каждый придет существу 6 президент этот вот а в россии это поднаселение то есть они люди люди ну скажем так подневольные ну это легко то это еще я говорю таким центральным словом люди подневольные так так оно и осталось они обожди обожествляют власть а на украине этого нету поэтому президент украины ответственен за то что вы избрали российский президент он богоподобен кто живу избирал его как как говорят он поставлен богом на эту землю над этим народом поэтому он может не встречать этих людей а кто они такие они одни из 140 миллионного населения в украине каждый человек важен каждый гражданин важен при всех проблемах украины которые существуют с коррупцией с ее но это разные люди хоть они говорят мы один народ нет менталитета хорошо ян а тогда следующий вопрос а ты не считаешь что то что владимир зеленский прибыл в аэропорт какой-то степени является пиар акции с его стороны в какой-то степени это является пиар акции политика 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 предполагает такие вещи и и то есть такое да я бы обманул бы если в склад что в какой-то степени нет но но это не отменяет того что это было сделано очень правильно современно обратив внимание эти вот я обращаю деталь он стоял без охраны но она наверное где-то находилась как он удаленном расстоянии но он стоял вот вот как встречает человек свою 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 семью до из отпуска жену детей то есть это очень показательно когда при их приезжают куда-то путин и вот тут же окружает он в клубке находится вокруг охрана и разрешают кому-то что-то сказать два слова задать и все здесь совершенно свободный молодой человек абсолютно свободно посмотрите кадры он встречал людей без вот этого пафоса нормально у нас есть звонок до воздушим говорите пожалуйста вы знаете я не согласна что это была первая акция потому что это не порошенко если бы это был порошенко да это было бы пиар акция а веленский поставил себе цель вытащить всех заключенных в российских тюрьмах украинцев и даже россиян которые защищали интересы украины поэтому тут нельзя так говорить он переживает очень сильно переживает за каждого человека я с вами согласен просто в политике в по в политику вот это вот есть часть таким уж и политиканом он бы не пошел сейчас на этот обмен он бы дал возможность вступить приговор в вы знаете и заставил бы путина отдать 24 человека как он обязан был отдать за ничто просто отпустить вы знаете ворвает я вот я кстати вас всегда слушаю и во многом с вами согласен данный момент немножко не согласен потому что политика это всегда немножко это часть такая небольшая это существует такой протокольная вещь такая политическая спасибо говорите пожалуйста пока нету никого я по поводу того что значит владимир владимир на во-первых надо знать да я хорошо отношусь владимиру зеленскому я желаю ему успеха удачи чтобы у него все в украине получилось потому что в нем чувствуется человек который хочет сделать украину если даже может быть не сильно процветающий то страну в которой окончится война и в которой начнется какой какой-либо экономический рост я не думаю что я не думаю что ему удастся за пять лет сделать какие-то очень большие прорывы но политика это всегда как говорится такой общественный пиар естественно владимир зеленского есть люди которые ему дают определенные идеи я думаю что обмен кстати обмен бы все равно осуществился потому что именно для него как для политика должны быть какие-то определенные успехи должны быть какие-то определенные украинскому народу показать что он не зря пришел на это место они не зря за него голосовали и в интернет-пространстве да и в газетах везде было написано что к этому был причастен медведчук на самом деле нет медведчук а к этому причастен абсолютно не было как раз он-то и хотел сделать пиар акцию приехав в москву вместе с рабиновичем по суто потусовавшись на российских каналах он и хотел провернуть это как пиар акцию для своей партии без вами для своей партии вот здесь это абсолютнейший контекст пиар здесь был личный контакт зеленского с владимиром путиным и надо сказать что контакт видимо оказался успешным видимо я так думаю что владимир зеленский нашел слова которые дошли до какого-то организма внутри владимира путина и он услышал и можно по-разному относиться можно сказать что владимир путин пошел навстречу владимир зеленскому сейчас кстати пропагандистские каналы все российские пропагандистские каналы говорят о том что в какой-то степени это победа россии что украина хотела бы налаживание отношений добрососедских отношений хотя судя по сегодняшнему сообщению украины значит администрация зеленского высказывает мнение о том чтобы лишить аккредитации российские каналы в украине так что я не думаю что какое-то налаживание отношений там происходит хотя хотелось бы оставить чтобы оставшиеся украинцы которые на сегодняшний день находятся в россии вернулись тоже на родину опять же мы повторим то что россия по-разному рисует людей значит вот те кто возвратились в россию это удерживаемые лица понимаете опять же детали удерживаемые лица то есть они их к ним относится никак то есть они их есть определенные мировые законы да где называется солдатов называют пленными солдат не может быть не пленным если он оказался в плену а когда ты его называешь удерживаемый не удерживать у меня нет определенного статуса до статуса по этому статусу кстати нельзя человека даже обменять или наградить и вообще плен в россии всегда считался почему-то позором солдат попадающий в плен это позор как бы а у нас есть звонок говорите пожалуйста добрый день а до брат бромер тот который эдуард салам алейкум у меня такой вопрос и тут и украины запрещено выдавать граждан украины это прямое нарушение украина в конституции записано граждане украины не выдаются ни одной стране не хорошо чем проблема а какие военнопленные это война между россией и украина объявлена а вы считаете что войны нет это гиброидная война все об этом знают хорошо прекрасно значит давайте вам объясню что такое не выдают своих 14 человек прибыла украинцы в россию они перешли на сторону россии приняли ее гражданство являются россиянами на этом . все спасибо я потом вам отвечу мы вас слушаем добрый да я вам скажу что просто попки на каком уровне своего развития когда мы такие пиар акции уже не нужны на более высоком уровне работать на мировом пиаре пока вот он пока ландра нечего идет развивает на самом деле вы понимаете мы же смотрим кино и плачем иногда там титаник актеры очень хорошо играют как достоверно что мы в это верим актер не будьте спорить мы нет мы не спорим а я и говорю не утверждаем о том что вы же слышали что мы сказали правильно правильно так так хорошо я кстати еще раз говорю что я же не утверждаем мы точнее не утверждаем о том что в этом нету какого-то части части пиар конечно есть даже когда будешь младше встречался после 11 сентября с пожарниками как бы мы к этому не относились там было наверное что-то и от сердца действительно но там была и определенная пиар акция президент страны должен был показать что он вместе с людьми политика это всегда при любых обстоятельствах при любых обстоятельствах чтобы человек не думал это всегда в какой-то степени процентном отношении это всегда пиар акция потому что любой политик должен понимать что его должны видеть и слышать и его должны будем так вот если не любить то хотя бы понимать стараться понять что он делает то что вадим значит говорил во первых вадим а я понимаю что вы человек начитанные и какие-то каждый день слова заучиваете для себя и какие-то значит выражения я могу найти перед вами тоже этим щеголять но и это делать не буду вот поэтому отвечать на вот эти ваши словечки я тоже не буду как-нибудь попозже вот а я понимаю вадим то что вы поддерживаете россию это ваша точка зрения но много кроется уже общаемся поэтому я даже не старается в чем-либо переубедить я просто считаю то что в россии нету отношения уважения и понимания к своим людям она самое интересное что его там нету не было я вам скажу к сожалению и не будет она эти почему потому что менталитет советского человека это вообще отдельный менталитет вот поэтому будем резюмировать да то чтоб то что то что произошло в субботу это очень радостное событие для украинцев я очень рад за олега сенцова за кольченко сущенка за то что эти ребята оказались стойкими дай бог им здоровья и сил чтобы они остались людьми вместо резюме я хотел бы от имени нашей передачи поздравить нашего соведущего замечательного человека а толика не буду назвать его анатолий потому что это будет очень официально я просто его назову толя вот пожелать ему огромное здоровье день рождения не будем говорить сколько он молодой энергичные и мы очень благодарна за то что он нам дает такую возможность общаться с вами поэтому ту песню которая сегодня прозвучит в нашем фильме посвящаем ему спасибо ребята спасибо спасибо спасибо